Сегодня место гренадёров 1-го пехотного полка Восточной Пруссии в башне Кронпринца заняли строители. Время и ориендаторы наделали здесь немало бед. Сегодня реставраторы аккуратны, чтобы не повредить старую кладку, снимают толстый слой советской штукатурки и цемента. Непоруждённый кирпич снова пойдёт в дело. Незастающий строительный материал и дешевле оказалось закупить в Туле. Есть желание сохранить стены, то есть не штукатурить их, а оставить именно тот кирпич, который есть, чтобы показать старину вот эту. Здесь планируется, если вы видите, не осталось галерей, тут были галереи в этом дворе, значит, сохранились от них только перила, мы перила сняли, будем по образцу делать такие же галереи. На проекте реконструкции памятника архитектуры федерального значения Зодчий из Калининграда и Москвы трудились 2007 года. По предложению столичных реставраторов, на чердаке одной из казарм планируют сделать выставочный зал. Удалось полностью установить части самой башни. А створы окон, выполненные из дерева в восточных пусских традициях хвоста ласточки. Очень сложный объект в плане в том, что мансарда, которая раньше была чердаком, здесь мы делаем музейное пространство. И это мы можем наблюдать очень много требований, включая требования по эстетике, по сохранению исторического состояния этого помещения. На мансарде же разместятся мастерские художников, офисные помещения, детские кружки. Попасть в галерею можно будет в том числе и на лифте. Его внесли в проект специально, чтобы сделать башню доступной для инвалидов. Кстати, все старинные предметы, найденные при проведении работы, войдут в музейную экспозицию. Это один из самых эффектных таких сооружений в Калининградской области, который сохранился практически не разрушенным после Второй мировой войны. Поэтому перед нами стоит серьезная задача не только восстановить этот объект, но еще внутри этого объекта построить музей современного искусства. Реконструкцию башни Крунпринц планируют закончить к 2016 году. Стоимость проекта оценится 430 миллионов рублей. Деньги получены по федеральной программе Министерства культуры России. Константин Морозов, Станислав Берников, Вести Калининград.